И прежде чем мы начнем, рекомендую группу Gaming Community Storm. Здесь происходят всякие новостные посты, то есть ничего не пропустите никогда, будет интересно. Раздаются ключи на различные игры, подписывайтесь, ставьте лайки, ссылка в описании. Всем привет, дорогие друзья, и сегодняшний ролик у нас будет о том, как увеличить FPS Battlefield 1, Battlefield 4 и Battlefield 5 Open Beta. В общем, много я перепробовал всяких советов, пересмотрел много роликов в интернете, как, чего, куда, ну там рассказывается, но не рассказывается, как это сделать. И там как бы делают только графику ниже, хуже, но я вам скажу так, как вот вы играете, то есть сделать на этой же хорошей графике, увеличить все FPS хотя бы в один раз. Этот метод сработает, я себе все прекрасно увеличил, и у меня сейчас тот же Battlefield 1 у меня выдавал где-то 40 FPS, сейчас он у меня стал выдавать 50. 58, то есть вот так он, в зависимости тоже там от карты и от всяких прорисовок, это все тоже зависит. В общем, это все будет очень легко. Скачиваем текстовый документ, ссылочки будут в описании. Значит, этот, вот это вот все надо будет кинуть в папку с игрой, значит. Сейчас я вам покажу значения, какие здесь надо будет написать, значит. В первой строке вы пишете 0, это частота кадрового FPS, то есть будет показываться у вас на мониторе, но мне это не надо, если вам надо, если хотите включить, то это 1, если выключить, то это 0. Значит, переходим вот эта вот строчка. Эта строчка, кстати, сейчас сразу подойдет и к Battlefield 4, то есть изменять ее вообще не надо в Battlefield 4, просто берете эту строчку, копируете и вставляете вот в эту папочку. Заходите в документы, Battlefield 4, сеттинг, профиль, профиль, открываете его с помощью Warpad'а, открыть. И просто берете, листаете вниз и вставляете эту ссылочку вот здесь вот, выходя, сохраняете файл. У меня, благодаря этой строчке, то есть я поставил все просто на ультру, и у меня сейчас FPS выдает 180-150. Все на ультру, с разрешением 200%. Это правда, это можете сами попробовать, то есть если вам ничего не поможет, вы эту строчку можете легко найти, удалить и забыть о ней. Но пробовать всегда надо, то есть это значение, частота процессора, вот это вот. Не частота процессора, а количество ядер процессора. Ну, в зависимости у кого сколько ядер, пишите его здесь вот, то есть у кого 2, пишите 2, у кого 4, тот пишет 4. Лимит FPS, значит, здесь пишите 3 девятки, чтобы у вас было без ограничений, то есть чтобы у вас как можно больше он выдавал. Все, берете, создаете текстовый документ, называете его user.kfg.config. User.config. Создаете файл, открываете его, сюда это вот кидаете, значит, вот это вот все, когда изменили. Сюда вставляете, сохраняете, сохранили, да? Так, теперь переходим в папку с игрой Battlefield 1. Заходим, значит, в Origin Games, Battlefield 1 и кидаем ее вот сюда вот. Вот у меня уже она закинута, поэтому мне ее второй раз кидать незачем. Кидаете сюда, потом берете вот это все, сделаете так, как сделали вот здесь, вот просто. Сделаете точно все так же, потом берете это для запуска игры. Берете все, копируете, открываете сам Origin, заходите сюда, Battlefield 1. Один, свойства игры, расширенные, и вы вставляете вот сюда вот, вот сюда вот, параметры командной строки. И нажимаете сохранить. Как вы это все проделаете, у вас FPS поднимется процентов на 30 от того, что был. Потом, это же все можно проделать и с Battlefield 5, у кого, кто хочет поиграть, так же нажимаете свойства игры. Сюда вставляете эту командную строку, которую вы сделали, и закидываете текстовый документ в папку с игрой. В корневую папку с игрой. Если с Battlefield 4 вам просто надо копернуть строчку и вставить в документ профайл, то здесь надо просто закинуть в Battlefield в корневую папку с игрой. Ну, я еще насчет этого точно не знаю. Вот в Battlefield 1 я, значит, сделал и так, и сделал как в Battlefield 4. Я еще сделал эту одну строчку, то есть я взял одну строчку, копернул и вставил, значит, вот сюда вот в профайл. Сейчас я вам покажу. Вот заходим в сеттинг, так же Battlefield профиль есть. Так, заходим через WordPad и сюда же я ее вставил. Сейчас я ее, наверное, здесь не найду уже. А нет, вот она. Вот она, сама родная строчка. Все, ее просто в конец кинул, потом они сами файлы делают так, как им надо. То есть, все сделали и у меня FPS поднялся на 15-25%. То есть, в зависимости, еще раз говорю, от загруженности карты. То есть, если меньше каких-то объектов на карте, FPS гораздо больше. И кто играет вообще на ультре, это еще даже будет ему в пользу. То есть, кто играет на ультре, у них FPS будет подниматься не на 25-30%, а на 45-50%. Это все из-за того, что это, как бы, настройки вообще совместимы с ультрой. Ну, тот, кто играет на средних, вот я играю, например, на средних. У меня поднялся он всего лишь на 25-30%. Рекомендую это все проделать. Вот мое железо, вы можете сейчас видеть на экране. Железо у меня не очень такое уж и хорошее. Всего лишь i5-650, то есть, шесто-поколение процессор. Intel 3.2 ГГц и оперативки 10 ГБ и GTX 750 Ti 2 ГБ. То есть, не такие уж и великие у меня, невеликое у меня железо. Ну и к тому же, на этом железе я еще умудряюсь играть на средних настройках Battlefield 1 с FPS 50-60. То есть, всем рекомендую это проделать, кто хочет поднять FPS и играть, наслаждаясь от игры. Кто посмотрел этот ролик, ставим лайки, подписываемся. Скоро будут новые видео. Всем спасибо за понимание и за этот просмотр видео. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok